Путин, как известно офицер КГБ, передает благодарность ЦРУ через президента США за информацию, предоставленную России, которая помогла предотвратить огромное количество смертей, теракт в Санкт-Петербурге. Вот это его и то, как он заверил, с какой страстью, я бы даже сказала, заверил президента Трампа о том, что если бы у России появилась аналогичная информация о чем-то таком ужасном, что готовится в США, Россия также передала бы эту информацию молниеносно американским спецслужбам. Тот тон, в котором происходил этот разговор, и с российской, и с американской стороны, и то, что Трамп потом передал эти благодарности, говорит о том, что, по крайней мере, лидеры государств, они-то все понимают. Понятно, что есть силы, и в первую очередь силы в США, которые не дают группу Суразума стать громким настолько, чтобы заглушить неразумные голоса, но, я повторяю, я как оптимист считаю, что это неизбежно. Ну, а вопрос в том, когда это произойдет, через год, два, через пять, десять, или через пятьдесят, мы надеемся, что это произойдет скорее, чем дольше. Спасибо большое, Маргарита. Если ни у кого больше нет вопросов? Да, конечно, есть. Может быть, не стоит просто все сразу выкладывать. Но я бы спросил сейчас. Сейчас, секундочку, пожалуйста, вам передадут. Спасибо большое. Очень приятно вас видеть, тем более, что, в общем, давно я слышал видео. Меня зовут Евгений Голиков. Я, к сожалению, не вижу. А, может быть, это не так плохо. Знаете, я не настолько молод.